Помните? Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Русалки, конечно, в этом удивительном саду нет. Владение охраняет забавный пират в компании Вани Смани, симпатичного домового, гномов и других персонажей. Все герои вольно расположились в саду Нины Макаровой. Нина Ивановна окружила свой участок милыми фигурками, потому что любит во всем создавать уют с легким оттенком волшебства. Но главным и самым любимым увлечением Нины Макаровой вот уже не первый десяток лет являются цветы. Цветовод со стажем создает собственный дизайн каждой клумбы. Я выписываю журналы, сад своими руками я выписываю, потом моя прекрасная дача, сад своими руками я выписываю уже лет 10. Мне он очень нравится, там беру все советы добрые. И потом у меня есть приятели, такие Нелли Ивановна Терещенко, с которой мы советуемся, что садить в этом году, что не садить, что больше не садить, а что наоборот новенькое. Каждый год мы что-то садим новое. Во всем великолепии красок у хозяйки есть сокровенный уголок. Она обязательно заглянет сюда, проверит, как чувствуют себя ее любимцы розы. Алые, белые, кремовые, многообразие сортов, расцветок и форм сливаются в прекрасную композицию. Правда, дождливая погода ее немного подпортила этим летом. Большинство королевских цветов растеряло свои лепестки. Любимые цветы у меня всегда розы. У меня их всегда много, они прекрасно цветут. И мне они очень нравятся. Я, конечно, сегодня очень расстроилась, потому что много сняла отсветших. Дождь, дожди, их размачивают это, и они рассыпаются. Очень жаль. А вообще, не знаю, я уже ими, наверное, 10 лет, а может и больше занимаюсь. И уже знаю, что им нужно, как подход к ним найти. Вы знаете, вот когда смотришь на розы, такое удовольствие получаешь для души, какая-то такая благодать. Вот смотришь, и никогда не надоест смотреть. Природа создала такую красоту, что очень трудно разлюбить. В этом году любимые цветы порадовали Нину Ивановну. Они расцвели раньше обычного. Ждали гостей, и они у меня нынче расцвели с 1 июля. Из Германии племянница с родственниками. Они не были еще в России. Племянница там 17 лет живет. Муж ее был уже в России, а вот свекровь со свекром, они еще не были в России. Они не представляют, они думали здесь, на Урале, медведи ходят. А когда посмотрели розы, розы цвели, вот ложь, вот так вот, им, конечно, было удивительно. В последние два года у роз появились конкуренты – хвойники. На участке у них собственное место. Здесь рядом с небольшим фонтаном расположились можжевельники, горная сосенка, экзотические елочки и для цветового акцента – барбарисы. Не заброшены и обычные огородные растения. Несмотря на дождливое лето, урожай все же неплохой. И картошка уродилась, и капуста, а сливы так просто по-королевски одарили хозяйку. И за всем этим садовым великолепием – кропотливый ежедневный труд. Главными исполнителями своих задумок Нина Ивановна считает мужа и сына. Что это за женщина такая? День и ночь, интересно, вот ходит, ковыряется, то, значит, это отщипнет пожелтевший лепесточек, то поливает. Поворчит Николай Васильевич по поводу очередной задумки, но сделает так, как просит его супруга. Ведь Нина Макарова не представляет своей жизни без цветов. В этом чудесном саду руками Нины Макаровой преображается все. Бочка становится клумбой, часы превращаются в кошку, а старый термос – лесовиком-хранителем. Сюда приходят знакомые и незнакомые. Просто посмотреть и словно на мгновение очутиться в сказочной стране детства. КОНЕЦ КОНЕЦ